Еле различимым вот этим цветом небо Синька, чуть-чуть розовинки, полностью избавиться от белого. Полностью, полностью. Поднимешь на ноги, хорошо? Ты уже подголосочный. Значит, оттопыривается и поднимается, хорошо? Количество окраски такое, чтобы вот этому товарищу было кого придавить. Ну, вот это вот желание рисовать линейным рисунком очень невыгодно. И что? Ты наошибалась десять раз. И что толку, что ты чертежом этим поперепачкала нам красивый сюжет? Так вот, если бы ты была бы опытная рисовальщик, то твой рисунок линейный имел бы какой-то смысл, он бы попадал. А поскольку соразмерности не видно, да, из-за того, что линейный рисунок не дает ощущения соразмерности, а не опятновый дает. Так вот, элементарно. Вот хорошо, что ты совершила эту грубую, ненужную ошибку. В районе середины? Чуть выше, да? Да, чуть выше. У тебя было вот здесь где-то? В районе середины чуть выше. Сюда пошло. Вот мы сразу вынимаем это светлое пятно. И сразу у нас обозначивается, четко обозначивается место расположения, потому что массы легче раздавать. Смотрим выше чуть-чуть. Просто по массе видно, что чуть больше. Еще яблок просит. Понимаешь? Здесь мы уточняем не проволочкой вот этой. Нет, выше сделаю. И нас эти проволочки начинают смущать. Мы сразу мощно взяли и отсекли. Взяли и обозначили камни. То есть мы все пообозначили, и у нас все есть, чтобы развивать дальше. А так, что это были бы? Камушки обозначены. Вот, смотри, какие камушки. Сразу раз, и камни. Вот. Темное пятно. Мы видим, что оно ровно в середине. Розовый. Голубой даст вот этот чернявый-синявый цвет. Вот это темное пятно поставим сначала просто как пятно. Просто даже не раздумывая над ним. Поставим пятно. Мы видим, что в середину устремилась штуковина. Можно чуть-чуть устремить в середину штуковина. Мы видим вот эту торчалку. От пятна. Сразу силуэт образовался. Все, все сразу. Смотри, сколько рисунка по легкому. Вместо этих тоненьких чертежек. То же самое и вот это. Прямо в середину смотри. Ее очень легко найти. По пятнам все есть. Но и этого нам мало. Мы срочно берем разбил кадмия красного светлого, который сиятелен. И сразу отсекаем вот эту белизну. Создаем уже элемент прорисованности. Потому что очень мощное светлое пятно, которое сразу даст идею рисунка. Вместо этих царапок, жалких царапок. Ты понимаешь? Ну, в общем, давайте. Царапки. Да, все. Смотри, смотри. Теперь все. Немножко с синькой. Поскольку в солнечный день тени синят. Чуть-чуть с розовинкой это синькой. Сразу наметим. Наметим. Идею темных проявлений рисунка. Вот они. Рубленные. По содержанию. Каменные. Прикольно? Прикольно. Потом возьмем что-нибудь нежненькое. Вот типа береза. Подсунем море. И уже почти готово. Вот такое нежненькое. Начнем штриховывать. Ну, что-то дальше. Что-то еще вставать. Парус? Нет. Ну, понятно, что можно изяществовать. Теперь можно изяществовать. Вот оно. Моречко как-то залегло. Все, облачочки. То есть, все. Уточнять в цвете. Здесь что-то. Но идея не проволочка. Вот почему-то тебе все время тянет крупные, много рисунковые задачи. Потому что вот эта вот привычка, что я сейчас все нарисую, вычерчу. И это все чертежики, чертежики, чертежики. А где жизнь? Смотри, вот раз и кусок жизни. Легкие движения. Вот к этому нужно привычать сознание. С удовольствием. У меня единственная проблема, как потом на эти световые пятна класть еще что-то темное. Все мешается. И получается непонятно что. Ну, смотри. Там есть усиление темноты. Кладем усиление темноты. Там есть силуэт кораблика. Вот он у нас отступил. Вот его борт. Вот его продолжение. Вот опять свет сзади. Ты посмотри, это красиво. Ты понимаешь? Вместо этих сложностей линейного рисунка. Вот у нас терочка удобная. Тоже, если надо, подчикнуло. Учись это надо, а не ковыряни. Так, ну-ка-си, ну-ка-си. Смотри. То, что мы сейчас пишем, сделано художником акварелью. Это акварель? Так. Ух ты. Но мы же знаем, что отражение любит быть вертикальным. Поколебленность воды там есть. Но, вот смотри, вот тихая акварельная вертикальность, на которой совсем чуть-чуть рябушки солнечных звучиков. Такой творог краски. Эффект незакрашенной бумаги. Я когда сказал, что это акварель, здесь очень много эффекта незакрашенной бумаги. Не шпатлевки, а эффект незакрашенной бумаги. Перебор густоты. Он здесь не нужен вообще. Здесь нужна раздавленная мера. Вот такая. Эффект незакрашенной бумаги. А уже в нем чуть-чуть там какие-то, опять же, акварельного характера. Я не поняла, что это акварель. Но, даже если бы ты не поняла, то есть просто бомбить густотой краски не выгодно. Немножко создать условия все-таки для белого, потому что нет у тебя на палитре сейчас условий. То есть эффект незакрашенной бумаги. Раздавленная краска. Подрубленная чуть-чуть вот этими вещами. Будет вот это акварельное звучание, но при этом маслом. Ступени ухода. Есть такое понятие. Чем больше что-либо заслонено в картине, тем больше эффект перспективы. Ты, как все нормальные детки, еще пока не играешь в идею заслоненностей. Детки вообще расставляют все на формате, чтобы никто не заслонял. То есть они, как иконописцы, не заслоняют. вот, но чем больше заслоненностей, тем больше перспективы. Но опять же, для воды может быть место увеличить. идея отраженности. Добавишь там красивенького цветика. Идея отраженности. на которой, собственно, даже и нет вертикали. Ну, можно чуть-чуть. Чуть-чуть. Ты понимаешь? И достаточно. Так, ты вот это все снимаешь? Ну, да. Это просто грубый набор чего-то там. Нам бы сохранить идею акварельности. Вот, вот. Эффект незакрашенной бумаги. Лишнее. И сейчас что-то еще. Ага. Где большой мастер? В небочке. Ну, тоже создать условия для светлого. Слишком смуглое небо. Тоже с раздавленностью. Вот с такой раздавленностью. Хорошо? Работаем. Тоже с раздавленностью. Будет тогда красиво. Ладно? Ага. Ага. даже не буду комментировать. Просто посмотрим, как бы делал я. давай. Потому что пока не то. А может, у меня дождь идет? Ну, у тебя дождь идет, да. Может, пусть идет. Сейчас тоже сделаем. Пусть вы все. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Потому что, если дождь пошел, мы заканчиваем уже. Осталось пару палочек и все. Потому что, если дождь пошел, все мухну. А у нас все-таки есть, что порисовать. Ну, просто иначе нам больше нечем заняться, если дождь пошел. так, хорошо. Что здесь делает такая кора зеленая? Которая мешает любому-любому цвету. И главное, мешает главному цвету. Который желтый даже не берет. Который желтый Ясно выражаю лежачий характер пятна, в том числе вот этими звучками. Ясно выражаю каменный характер пятна. Да, идею все-таки воды. Ясно выражаю. Очень увлекаешься вот этой историей. Она, конечно, дает характер воды, но чаще все-таки именно висячий характер отражения рассказывает о воде. Чуть-чуть. 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 Цвет как-то можно и поприятнее. Да, можно. Наверное, надо было бы поприятнее. Так, небочка, чтобы долго не перемалывать. Вот. Возьму кисть. Вот. Красиво, серийно. Сейчас некрасиво. Сейчас некрасиво. Сейчас желто, грязно. Красиво, чтобы свет появился в картине. Смотри. Желтовато. У тебя та часть картины для этой задачи. А еще нет. Берем. Ясно. Так. И там есть облака, которые прямо очень освещены. А есть целые вот такие проявления облаков. Раздавленные мастихином, краска раздавленная мастихином. Посмотри, сколько планов появилось. В 6 сек, да? Ну вот там сработаешь также. Угу. Есть там такая отделенность. Есть глухота цвета вот этого проявления. То есть никакое темное, абсолютно темное глухое пятно. С еще более черным отражением. Смотри, мне хватает духу. Тебе не хватило духу, а мне хватило на эту черноту. На вот эту черноту. Не хватило. Не хватило. Побаялась так черно. Ну, девочки вообще побаиваются черно. Угу. 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 Обычная хитрость художников, когда они вот в такую теневую глухоту кладут именно синяренькую... художник а в эту теневую теневую т iy папку вытерянкую теневую 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 т Звуки, звуки, да? Это ж не рисунок, это звуки. Ага. Плотности, товарищи, немножко не хватает. Плотность. Не светлости, а плотность. Плотная краска. А где-то, наоборот, прозрачный. Ну, прозрачный, в принципе, у нас есть. Но где-то в таком ключе. Игорь, ну, девочка, тоже просто, как-то готова. Может быть, действительно, воды чуть-чуть здесь больше подсунуть, как ты вначале это сделал, а потом немножко это ушло. И вот это движение, которое ты вначале так всюду подпихивала, может быть, его как раз здесь и насадить. Но поскольку эти же камни, освещенные, и такие вот белесые, скорее всего, сейчас, скорее всего, белят и из-под воды, поэтому у него здесь белое, а не так смугло, как у тебя. То есть он подразумевал, что там под водой камни. Если там под водой камни быть не может, это уже даль моря, где высота, то здесь он подразумевал освещенность камней. Ну, не белый, потому что это уже потому что это уже под толщей воды, а белый здесь нет в виде вот этих наплывов на бережок. Хулиганистости не хватило. Хулиганистости не хватило. Это сначала нарисовать, потом похулиганить? Нет, это надо хулиганить сразу в надежде на в ожидании удачи. То есть, как только удача произошла, все, в этом месте ты всем довольна. Ну, скажем, вот этот вот прямоугольник, он слишком геометричен. Пусть будет не такой геометр. Вот эти входики света вот это прозрачность сиреневизны. Вот, кстати, сейчас. Вот я здесь достаточно прозрачно укладывал. То есть, вот эти рефлексы света, рыжеватые, розоватые, ты их как-то недоглядела, недооценила. Ну, не какой сложный, да? А то был простец. Здесь хлам, мусор. Свалка что-то? Может, свалка, может, еще что-то. Но более хламное место. И вот оно своей рябостью очень четко вышло на передний план. Именно своей хламной рябостью. Ты согласна? Да. Я просто не поняла, что это такое. Он, я думаю, когда это видел, он тоже вообще не понимал, как это дать. Поэтому он стал просто рисовать хлам. хлам. Уже бывает такое, что попало там на природе. Но что попало на природе противненько звучит. А вот на картине может прозвучать очень даже приятно. Вот этот уголочек на переднем плане очень хочет быть выделены. Вот у меня никак не получается. чтобы он заслонил. Вот сейчас за движение. Сейчас, сейчас. Я понимаю, что он будет здесь. Ну вот. Просто беру небольшое количество и отделяю одно другого. просто смотри. Вот эта кучка заслонила вот эту. Эта заслонила эту. Эта эту. И вот эти этапы заслоненности создают эффект ухода в пространство. Смотри, вот я сейчас такие достаточно рябенькие, махонькие какие-то звучики подбрасываю, которых не хватало. Как бы не хватало мелкого рисунка в картине. Да? Мелкого рисунка в картине не хватало. Вот. Мелкий рисунок. Что-то там. Ага. заслоненности здесь не хватило. Света из-под теневой не хватило. а он так и не произошел. Вот теперь он там есть этот след из-под теневой и творожистое сияние бликов на воде. да? Ага. Какая сразу вкуснятина. Как сразу пространство и наш волнует. Правда, вот этот кусочек волнует. А вот тут что-то такое не было. Ты меня спрашиваешь, я же там не был. Смотри, смотри, там белое пятно. Ай, какая вкусная. А там такая противная получше была. Раз такой мелкий предмет и не хочет получаться, ну в конце концов можно же от него и избавиться. и сделать бликующий мотив этого прибоя. Вот лучше так. здесь, да, попытка свет из-под теневой дать. Единственное, не видно, что это свет, кажется, что это предмет. Очень прикольно в таких вот вещах звучат дальние фигурки человечек. Они как пенгрины. Дождись. то есть сначала кидаешь вот в данном случае неудачные пятна, но я все равно с ними смотри, продолжаю работать. Сит у меня касается. тень отбрасывает чуть-чуть. Она такая понура, уставная на льдине. Я тут напинюс в день горожок. Острый певаляй сушек. сушек. Прикольно? Какие-то уже взаимоотношения между этими двумя фигурками. Малыш, я прям куплюсь. сушек. Ну, ты понимаешь, ты можешь продолжить эту мысль, сделать там И не бабушку. Смотри, там уже и пляж формировался. Ну, там человечки на пляже. А вы будете рисовать вот это? А что это? Не надо, раз оно не кажется. Тем более, что у нас все красиво. Очень хорошо справились все. Ну, если хочешь, сбри еще раз. И пусть там появится. Там что-то особое еще. Сейчас, сейчас, сейчас. Смотри, сразу парус где-то здесь, правда? Вот эту проволочку лучше делать царапкой. Где? Нет. Продолжение следует...